В марте этого года депутаты городского самоуправления проголосовали за то, чтобы муниципальное предприятие «Дагуфпилские теплосети» выступило в качестве потерпевшей стороны в уголовном процессе, начатом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. По оценке следователей, в результате преступных действий теплосетям был нанесен ущерб в размере как минимум в 138 тысяч евро. Спустя 8 месяцев КНАП передал в Генеральную прокуратуру материалы этого дела, что позволило пролить свет на некоторые детали. Преступную схему, в которую были вовлечены должностные лица и частные предприниматели, удалось раскрыть в ходе расследования другого дела о взяточничестве. Напомним, в начале февраля 2013 года были задержаны и затем взяты под арест тогда еще вице-мэр Дагуфпилса Вячеслав Ширяков и двое предпринимателей Гин Сорокинс и Янис Сприновскис. Должностное лицо и коммерсанты подозревались в получении и, соответственно, даче взятки. Посредниками в передаче взятки выступали двое Дагуфпилских предпринимателей, по имеющейся в СМИ информации Антон Оглотков и Сергей Корнаухов. Часть переданы им суммы 60 тысяч евро они разделили между собой, а оставшиеся еще 60 тысяч предназначались Ширякову. Так, Сорокинс и Сприновскис расплачивались за решение по закупочному конкурсу в пользу их компании. Еще 10 тысяч евро были переданы члену правления предприятия Дагуфпилские теплосети Марису Лауденшу. Как оказалось, это не единственный случай преступных действий упомянутых предпринимателей – Сприновскиса и Сорокинса. С 2011 по 2012 год они обманным путем получили в общей сложности 850 тысяч евро. Эти 850 тысяч – это ущерб, нанесенный двум муниципальным и трем частным предприятиям. Это не только Дагуфпилские теплосети. Эта сумма – 850 тысяч – относится к пяти предприятиям и вовлечено не только Дагуфпилское самоуправление. Что касается Дагуфпилских теплосетей, то по данным КНАП предприятию нанесен ущерб в размере более 130 тысяч евро. Преступной группе это удалось с помощью предоставления услуги брокера в сделке по продаже эмиссионных квот. В результате продажи квот по цене ниже рыночной муниципальному предприятию был нанесен ущерб в размере 80 тысяч евро. Еще 58 тысяч удалось получить мошенникам, подделав документы, связанные со сделкой. Всего по этому делу проходит 7 человек, из которых двое – должностные лица, и 5 частных лиц – предпринимателей. Все эти 7 человек проходят по нескольким эпизодам в нескольких делах. Как рассказала специалист по связям с общественностью Лаура Душа, центральное место в деле занимают Дагуфпилские теплосети. Однако потерпевшей стороной выступают предприятия из других городов Латвии. Смогут ли они надеяться на возмещение нанесенного ущерба, специалист КНАП не решила сделать предположение. Сейчас об этом сложно говорить. Нужно смотреть, что и как решит дальше суд, прокуратура. Пока это непрогнозируемо. В свою очередь, 7 подозреваемым в случае доказательства их вины грозят обвинения по 5 статьям, по каждой из которых предусмотрено тюремное заключение в среднем от 2 до 8 лет.